Почему назвал свое выступление «Советское общество в точке роста»? По той простой причине, что у меня несколько подход может быть нетрадиционный к хронологическим рамкам самой темы, самому отношению к обществу, может быть еще и потому, что меня всегда интересовала не точка зрения правительственного лагеря, а я изучал, как говорится, взгляд снизу, то, что во время чтения, еще помню, в студенческие годы, меня заинтересовала публикация Голубцова-Пугачевщина, где говорилось о том, что из лагеря повстанцев документов очень мало сохранились. Значит, поэтому я где тезисно, где зачитываю, где отвлекаюсь от этого, но я постараюсь все-таки не отвлекаться от самого регламента. Ну, общеизвестно, что «Советское общество» было порождением революции 1917 года, и что первый непосредственный результат – это взятие большевиками политической власти. Если мы посмотрим, как складывались все институты власти и управления, то мы увидим, что в рамках все основные институты власти и управления сложились в рамках революции и гражданской войны. В дальнейшем они только эволюционировали. Поэтому, на мой взгляд, вот вся историографическая традиция, как отечественная, так и зарубежная, она отталкивается именно от этого обстоятельства. И «Советское общество» рассматривает вот сквозь призму того политического режима, который господствовал при разных советских руководителях. Значит, сначала государство, политический режим, затем уже через эту призму взгляд на общество. Если мы будем смотреть на политический режим как в традиционном таком случае, как в систему приемных методов, форм, способов существования политической власти в обществе, то понятно, что автократический режим при Сталини отличался от демократического режима при Хрущеве, или бы я даже сказал, более демократического по сравнению со стаинским ленинского режима. Ну а в силу временного фактора, длительность правления, масштаба перемен, основное внимание исследователей все время скатывается к сталинской эпохе. Это первое положение. Второе. Несколько слов о теоретических воззрениях на общество. Если посмотреть литературу, то до 60-х годов прошлого века считалось, что экономическая сфера является доминирующей в индустриальном обществе и определяет тип этого общества. В 70-е годы появляются новые концепции, в частности, концепции информационного общества, где уже главной осью социальной жизни называют не собственность, а образование. И отмечается, что для информационного общества характерен переход от иерархической структуры к сетевой, которая убыстряет информационные потоки, демократизирует социальное устройство. И все это те, кто преподает каждый день в ВУЗе, могут реально в этом убедиться. Однако я хочу сказать следующее, что в моем понимании для российского общества на протяжении всего 20-го века действовало одно правило. История нашего общества никак не вписывалась в теоретические построения, которые дошли в обновлении. Но возьмем царскую Россию. Политика или абсолютизм, она преобладала над экономикой и капитализмом. Самый убедительный пример, не растекаясь по древу, это неспособность царской элиты военного, торгово-промышленного сословия объединить усилия и вывести страну из глубокого кризиса. Сейчас появляется масса новых книг, в частности, работы Пыжикова «Москва-Питер». Она немного с завихрениями. Попытка рассмотреть именно военно-торгово-промышленную и военную элиту. Попытка показать, по каким причинам они не договорились и так далее и тому подобное. Тем не менее, именно политика преобладала над экономикой. Мнение о том, что Первая мировая война ускорила катастрофу, они не могут служить объяснением и не убеждают в том, что именно война явилась причиной крушения царского режима или, к примеру, исторической несостоятельности временного правительства. Примерно такую же картину мы наблюдаем и в Советском Союзе. Политическое доминирование советской бюрократии определяло и цели плановой мобилизационной экономики. Сами приоритеты экономического развития были подчинены главной цели – сохранению господственной номенклатуры внутри страны. В 1991 году, как и в 1917-м, политическая элита оказалась расколотой, не сумела объединить общество и ответить на вызовы современному миру. И не случайно, что многие историки сегодня называют последний период Советского общества бюрократическим абсолютизмом. То есть не экономика в основе, а политика. И все это наталкивает на ту простую мысль, что у нас власть и общество организуются, развиваются и живут по своим собственным законам. То есть обе системы, они хотя и взаимосвязаны, было бы глупо это взаимосвязь, отрицать, но они существуют в неких параллельных мирах. Теперь по поводу становления Советского общества. По моему представлению, Советское общество сложилось не ранее середины 50-х годов. Оно складывалось в ходе многолетней прикирки населения к действующей системе власти и в процессе длительных социальных экспериментов в этой власти, что дала революция 1917 года. Она атомизировала сословную общество царской России, привела к артеизации экономической жизни. Были упразднены чины, звания, частная собственность бывших власть имущих. Упразднен рынок, привычные хозяйственные связи разрушены, прекратилось поступление государственных доходов и налогов, национализированная промышленность почти не развивалась, а в сельском хозяйстве, как свидетельствует статистика, для миллионов крестьянских хозяйств, саха, цепь, серб, коса оставались основным сельхозинвентарем. Это понятно, и эпоха революции, гражданской войны – это абсолютное противостояние. Вот есть знаменитая песня Талькова, бывшая под лесовым, где он пишет «И насилуя по родной стороне для леса и поля превратились под плацдармом». Для меня это ключевая характеристика гражданской войны. Значит, вот после гражданской войны нескольких лет НЭПовской передышки последовали еще два социальных взрыва – коллективизация и индустриализация. Я подчеркну, именно социальных взрывов. И результатом этих двух больших скачков, которые инициировало сталинское руководство, стали два разных по содержанию и последствиям явления. Опять же, социальных. С одной стороны, раскрестьянивание деревни, с другой стороны, окрестьянивание города. Хотя оба эти процесса наблюдались еще и в царской России, в 30-е годы они приняли лавинообразный и неконтролируемый со стороны правительства характер. Именно неконтролируемый. Да, в этот период возникла новая структурная решетка советского общества. Вот это вот традиционное деление на рабочих после устранения кулачества. Это было рабочие, значит, колхозник, советская интеллигенция. Но внутри вот этой структурной решетки еще царил хаос, несостыковки, разные направления. Это был разнонаправленный и противоречивый конгломерат, который не представлял еще сложившейся самостоятельной социальной системы. И хотя советская пропаганда всячески твердила о морально-политическом единстве советского народа, но начало войны показало, что это было вовсе не так. Войну общество встретило идейно, нравственно, духовно, как угодно, но располагаем. Что происходит дальше? Война и послевоенные репрессии, которые последовали, когда народ, посмотревший Европу и показавшийся Европе, пытались вновь вернуть в прежнее русло, вот эти вот послевоенные репрессии, сама война, они помогли власти завершить последний массовый перебор общества на своих и чужих. Как в свое время Иван Грозный говорил, перебираю людишек, так и здесь. События, связанные со смертью Сталина, знаменовали тот очевидный факт для меня, что власть прошла пик своего могущества. Единого плана развития у руководства не было, у элиты. Конфликт интересов между представителями различных правящих групп, партийных, советских, министерских, силовых, был так велик, что многие реформаторские предложения были отложены на несколько лет. А если впоследствии и проводились, то по самому консервативному сценарию. Для меня понятно, что хрущевские реформы провалились еще и потому, что власть перестала чувствовать себя хозяйкой положения в стране и лишь следовала за событиями, а не пыталась их предвосхитить. Поэтому для меня процесс формирования единого гражданского общества в Советском Союзе начинает свое самостоятельное развитие только с середины 50-х годов, вне опеки государства, а чаще невзирая на эту опеку, и продолжает свое развитие вплоть до середины 70-х годов. Какая система доказательств или какие факторы, что значит вот эти вот точки роста, почему я их так назвал? Тут надо еще отнестись и к такой важный момент, как источники, дающие нам представление о том советском обществе, которое развивалось. Вот проработав без малого 40 с лишним лет в архивах и проработав практически во всех архивах, включая и президентских, я могу сказать, что у нас социальная история наших архив почти не отражена, или она отражена в искаженном виде, в виде жалов, предложений, информационных сводок АГПУ или комитета госбезопасности и прочее, а вот та нормальная жизнь, которая является естественной в условиях развития бесконфликтного общества, у нас почти не представлена. Поэтому очень часто, вот я в самом начале говорил, что мы смотрим через призму политического режима, государственных интересов и прочее, как бы ставим на второе место собственную проблему общества. Так вот, государства и институты, они формировали верхний срез общества, бюрократию. Она легко поддается наблюдению, описанию, хотя бы в силу того, что со времен Петра документирование управленческих функций это обязательное условие. И вся деятельность этих учреждений, она вращается вокруг исполнения директив, поступающих из вышестоящих органов. В этом смысл бюрократического управления любого государства, независимо от того политического режима, который присутствует. А деятельность вот отдельного индивида или их групп организуется вокруг совсем иного центра. Этим центром является человеческое общение, представляющее для общества самодавляющую ценность. Поэтому социальное окружение наряду с природной средой позволяет индивиду формировать свои цели и добиваться их. И если источники описывают государственную деятельность достаточно подробно, то вот эту сердцевину развития общества, практически индивидуализм, индивидуальную общество, они не описывают. Ну что к этому можно добавить? Абсолютная зависимость оценочных обсуждениях государственных структур от марксистской идеологии, которая характеризует общество и отношения усклассовых позиций, совершенно не участвует в важности человеческих желаний. Также не может быть применим и универсальный подход, который исповедует социология. Он плохо применим для раскрытия темы, поскольку описывает стандартное общество, то есть общество вообще, где действуют массы, где отсутствует индивид с его целями, желаниями. А мы знаем, что только индивидуальная деятельность имеет свое целеполагание и находит отражение в исторической действительности. Еще одно наблюдение, которое показывает, что у нас процессы, которые шли в нашем обществе, они носили по времени разный характер. Ну, например, политика и экономика развивалась по своим циклам, а общество по другим. Вот если мы возьмем середину 50-х, середину 70-х годов, которые я отношу именно к развитию зрелого советского общества, то для политики и экономики действовало влияние так называемой понижательной войны. В политике реформаторов сменили консерваторы, хотя оба названия условны, но они показывают вектор развития. В экономике подъем замедлился, наступила стагнация, и в то же самое время общество переживало свой расцвет. Ну, а мы знаем, что если действует понижательная волна, то даже плюсы нивелируются, если повышательная, то даже недостатки сблаживаются. Итак, теперь о факторах или точках роста. Ну, во-первых, и самое для меня важное, советское общество развивалось в эти годы вне войны революции, а участие России в региональных военных конфликтах было на периферии общественного сознания. Достаточно сказать, что даже Карибский ракетный кризис 62-го года, едва не поставивший мир на грань ядерной войны, не вызвал у советских граждан, в отличие от американских, никакого шока, по той простой причине, что он почти не освещался средствами СМИ. Такое положение, то есть вот вне войн и революции, создало питательную среду для бесконфликтного развития. Я этим не хочу сказать, называя слово бесконфликтного, что конфликтов не было. Я только хочу сказать, что они носили совершенно иной характер, в отличие от других периодов. периодов революции, гражданской войны, периодов индустриализации, коллективизации или войны отечественной. Оно помогло формированию у людей настроения успокоения, ощущения стабильности жизни. Если меня, как человека, вышедшего из Советского Союза, спросят, то я скажу, что самое главное свойство, наверное, человеческой жизни, но оно еще и от возраста, естественно, зависит, это желание достичь ощущения стабильности своего положения. Во-вторых, что не менее важно, это было молодое, динамичное, развивающееся общество. Даже в 70-м году, согласно переписи, доля лиц в возрасте от только родившихся до 19 лет составляло 37%, в возрасте 20-59 лет 52%, а в возрасте старше 60 лет 11%. Если мы возьмем, я не буду здесь озвучивать, для сравнения цифры на 2016 год, то мы увидим, что мы этот фактор тоже должны принимать во внимание, потому что, когда говорят, что у нас десятки миллионов пенсионеров, то, естественно, что это общество совершенно иное. В-третьих, почему я так говорю, это было образованное общество. За рассматриваемый период в стране резко вырос образовательный уровень населения, я подчеркиваю, не начального, а прежде всего среднего полного и профессионального высшего. И советское общество по этим показателям образование было передовым в мире самым читающим, знакомым со всеми шедеврами мировой литературной классики. Я бы сказал, мы Диккенсы-то у нас в стране знали лучше, чем англичане. И не только, наверное, Диккенсы, и Шекспира тоже. Еще один показатель. Были сняты в 1974 году окончательные паспортные ограничения в отношении сельского населения, и крестьяне тоже были уравнены в правах с остальными гражданами. Да, некоторые считают, что это было сделано в хрущевское время, но это не так. 1974 год, когда паспортный барьер уже окончательно не сдерживал стихийную миграцию, и решили, значит, зафиксировать. Но для нас важен факт, когда это было сделано. Безусловно, что аграрный менталитет не был изжжен полностью. Даст яркий пример, это проза писателей-деревенщиков. И вот это вот постоянное ощущение, по крайней мере, в творчестве Шукшина, человека, который из деревни ушел, а в город еще не пришел. Но вот этот аграрный менталитет, он перестал быть доминирующим. И еще одно. На рубеже 50-60-х годов был преодолен исторический рубеж. Городское население стало превышать в сельское. А в 70-м году сельское население составляло всего 38% населения, со всеми вытекающими из этого последствиями. И в первую очередь это имело отношение, конечно, к развитию личности, связанную с тем, что личная жизнь в селе по сравнению с городской средой менее анонимна и ряд других положений. И, наконец, еще одно обстоятельство. Произошли качественные изменения в сфере семейно-брачных отношений. После большевистских экспериментов революционных лет в этой области жестокого государственного регулируя репродуктивного поведения населения в 30-е и 40-е годы, в 50-е была отменена уголовная ответственность за производство абортов. Образ работающей матери, доминирующей в предыдущие десятилетия, стал устрачивать свою привлекательность, а женщин стали ожидать большую включенность в домашние дела. Что еще, почему я говорю о середине 50-х годов? Главным для советского общества, рассматривающих период, было, в отличие от сталинского, отсутствие каждодневного страха за свою жизнь, жизнь родных и близких. Этот страх испытывали все люди, всех социальных слоев, не исключая и самого вождя. Этот страх лучше цемента сплачил государством в аналит, но разъединял людей, по моему мнению, блокировал нормальное человеческое общение. Когда он исчез, как элемент повседневности, общество зажило обычной жизнью, где вновь стало главным дружеское общение. И стратегия выживания, характерная для прежних времен, уходила в прошлое. Какие еще факторы? Стабильность, расширение круга интересов, увеличение досуга, посещение кино, театров, музеев, повышение жизни на уровне, включая отдельное жилье взамен подвалов, коммуналов, интерес к жизни людей за железным занавесом. И многое другое тоже способствовало различию форм общения. Если мы будем говорить об отличии, то есть вот почему нельзя говорить о советском обществе применительно, то есть, по крайней мере, я, оказывается, это делал, применительно к сталинской эпохе и говорим о хрущевской, хотя и сам реформатор по методам руководства был себе вполне, как говорится, правоверным стаблинистом, достаточно вспомнить, ну, новочеркасские события, ряд других моментов, то можно только назвать один критерий для сравнительного анализа в обществе. Простой вопрос. Сколько людей в одном и сколько в другом обществе могли назвать себя счастливыми? Хотя таких исследований, безусловно, не проводилось социологически, но, мне кажется, ответ предсказуем и очевиден. Что еще появляется в жизни общества? Некоторые инновации носили характер ересей с точки зрения социалистических ценностей. Достаточно назвать жанр фантастики, известный роман Ивана Ефремова «Лезвие бритвы», который отразил ранее невидное увлечение парапсихологией, попытки соединить науку и религию. Даже в исторических исследованиях, от которых власть всегда требовала, чтобы они были написаны в духе марксизма, соответствовали канонам, появилась работа, которую эти традиции нарушали. Можно назвать работу Льва Гумилева «Поиски вымышленного царства» в 70-й год, где была пересмотрена традиционная роль Орды в истории Руси, предложена новаторская методология истории. Здесь можно продолжать еще и вплоть до смены литературных образов, когда взамен образа папки Корчагина появились новые, ну, например, знаменитый Иван Денисович, который занят ежедневным выживанием в среде себе подобных и так далее и тому подобное. Что еще? Советское общество было в 50-х, 70-х годах, было обществом безальтернативным, потому что даже диссиденты в своих литературных построениях вращались в кругу критики того социалистического строя общества, в котором жили, и не предлагали революционных преобразований. У них отсутствовали цели, программы, лозунги, в наличии было лишь нравственное противостояние отдельной личности. Советское общество было безальтернативным еще и в другом смысле. Почти никто из советских людей не представлял себя живущим в ином капиталистическом мире. Да, советским людям нравились заграничные вещи и благо, доступ к которым был ограничен, но никто из них не хотел быть безработным или лишаться минимума социальных гарантий, которые предоставляли советское государство своим гражданам. Я говорил об обществе в целом, но какие были идеалы? Возьмем новую программу КПСС, которая обещала построить коммунизм. И преимущественно молодежь с энтузиазмом приступила к реализации очередной утопии. При этом главным обстоятельством было то, что каждый выстраивал образ будущего коммунизма для себя, в меру своего понимания и потребностей, зачастую не продвигаясь дальше, кратко услышанного на политзанятиях пересказа о программе будущего. То же самое в отношении морального кодекса строителей коммунизма. Непонятно, был ли этот документ попыткой придать новый смысл и цель обществу, лишенному ориентиров после развенчания пульта личности на 20-м съезде. Или власть пыталась сформулировать проекцию совершенного общества, сопутствующую ему нравственные принципы, когда человек человек был друг, товарищ и брат. Но ясно одно, это было односторонне навязываемое обществу обязательство, потому что власть постулировала гуманизм и взаимное уважение между людьми, но не между всеми людьми, а лишь внутри трудящихся человечества. При этом среди советских людей бичевались пережиткой капитализма, частно-собственной психологии, индивидуализм и так далее и тому подобное. О чем это свидетельствовало? Вот один только факт, который показывает, что наше общество становилось вполне европейским. Последние исследования показывают, что рост преступности среди несовершеннолетних происходил в основном за счет преступлений корыстной мотивации. О чем это говорит? Часть подрастающего поколения постепенно брала за образцы не советские, а западные ценности и главные среди них, материальные. Теперь о сегодняшнем дне. По моему мнению, я вот задавал Алексею Брониславовичу вопрос, и это не случайно, вот по состоянию на январь 2016 года среди нашего населения, лица в возрасте 25 лет и старше, то есть родившиеся до распада Советского Союза, составляют более 70%. Это поэтому многие из нас родом из детства, и человеческий материал нынешней России является советским, и многие параметры нашего современного общества, они близки к предыдущему. Поэтому, если будут сохранены социальные условия для развития, возможно и повторение. И, наконец, об отношении к современным оценкам, вот это вот выражение, с которым я абсолютно не согласен, когда характеристика советской личности получает в литературе инчалительное обозначение фона советикус, или когда говорится о том, что между советский человек оставался тем же общинным крестьянином, но переодетым в городскую одежду, получившим современное образование. Во-первых, это не соответствует действительности, потому что даже в рамках царской России те же самые бодрак, бедняк, богач и середняк, они были самостоятельными хозяевами, а колхозник таковым не являлся. До настоящего времени, последнее я заканчиваю, в работах историков общество рассматривалось преимущественно как предаток государства, предаток у меня в кавычках, нередко неотделимы от него зависимой, лишенной самостоятельности. Я против такого подхода не возражаю, но предлагаю иной рассматривать государство не только как политический институт и основу политической системы, но прежде всего, опять в кавычках, как вспомогательную часть того же общества, призванную в первую очередь оберегать это общество от внутренних разрушительных конфликтов. Продолжение следует...